Жизнь царь Жизнь царь Жизнь царь Очень наивная и чистая, как в семь лет. А в возрасте ста лет она была красивая, как в двадцать лет. Я хочу этим благословением благословить всех наших девочек, девушек, женщин. Чтобы вы были как Сара. И не как говорят до ста двадцати, а до ста двадцати семи. Я хочу продолжить. Есть несколько вещей, которые коснулись меня. У меня есть четыре небольших урока. Первый урок называется «Хорошая цена». Я прочитаю «Бытие», 23 глава, 9 стих. Барусид Кату, скажите ему, чтобы он дал мне пещеру Махпела, которая у него на конце поля его за довольную или за нормальную, за хорошую цену, отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения. Килу Авраам мивакеш мезикней Хеврон, шеидабру им бахура зэшим корло бемихир мале. Авраам говорит со старейшинами Хеврона, чтобы они поговорили с владельцем этой земли, чтобы он продал ему землю за высокую достойную цену. В этом мире есть финансовая система. И в этой финансовой системе есть преуспевающие умные люди, которые стали примером, которым многие люди хотят подражать. Наверное, многие из вас слышали имя Орен Баффетт. А бахура зэмошкия, укропену лайтишиим в адайн хазак, в мошкия кесев баколмин и хеврот. Этот мужчина, он уже достаточно в зрелом возрасте, где-то ему 90 лет, но все еще он очень сильный, он занимается вложениями, он вкладывает деньги в разные фирмы. А хеврат ашка шелу и хад ми фурсамей баулам. И его фирма по вложениям одна из самых известных во всем мире. Есть люди которые говорят я не хочу сейчас слишком много заниматься всей этой финансовой грамотностью я просто подражаю тому что делает Орен Баффетт мошкия в бурса миллиарды мошкия и допустим если Орен Баффетт имеет миллиарды вкладывает в различные фирмы играет на бирже с миллиардами то человек который смотрит на него делает то же самое со своими десятью тысячами и он преуспевает и получает и Орен Баффетт всегда говорил такую вещь купи хорошую вещь за хорошую цену мы здесь в Израиле знаем что такое чудо не чудо а супер сделка что такое супер сделка ты пришел на рынок купить помидор ты вместо семи шекелей за килограмм тебе продали за четыре с половиной ты как бы рад это это не если ты считаешь что делаешь счет деньгам то получается что это ничего это не возможно ты в конце сезона зашел в магазин купить одежду кто кто любит Но если мы считаем, сколько мы сэкономили там, ну сэкономили 100 шекелей, тоже хорошо. Но когда ты покупаешь что-то большое, например, квартиру, я вынужден сказать, к большому сожалению, в Израиле нет супер-сделок на квартиры. Потому что все один умнее другого, и каждый держит свою цену, и если ты получил скидку тысячу или две тысячи в отношении квартиры, это уже не такая большая цена. Но если ты покупаешь что-то за хорошую, реальную цену, то я хочу сказать, что это очень хорошая вещь. Особенно если ты говоришь, что это мне хорошо, я чувствую себя хорошо, что я это купил. Авраам понимает реальную цену этой пещеры-махпелла. Я поговорю об этом побольше немножко, попозже. Но он понимает, что это что-то, что это не так хорошо. Он понимает, что в этом месте собраны все динамики этого мира. Согласно древней традиции, Он знал, и все знали, что в этом месте были похоронены Адам и Йева. Пещера-махпелла – это двойная могила. Махпелла – это название махпелла от слова «кафуль», от слова двойной. И согласно многим традициям, многие народы приходили на то место молитвы. Мы, с моей семьей, несколько лет назад, получилось нам поехать, и как раз Хеврон был открыт, и посетить это место. И я могу сказать, что когда заходишь в это место, тебя охватывает какое-то такое чувство волновения. Особенно, когда ты знаешь, кто там лежит. И естественно, сейчас там построили достаточно большое здание, и ты не можешь подойти к самой могиле. Но ты сидишь там и понимаешь, что ты находишься в месте, где лежат те, с которых все началось. С одной стороны, Адам и Йева, с которых началась вся жизнь на земле, и также весь балаган на земле. И Абрам и Сара. И Абрам и Сара. И все, как человек, принадлежишь этому месту. Как человек, сын Адама. И как сын Абрам, ты тоже принадлежишь этому месту. А если у вас есть возможность финансов, и вы хотите купить что-то достойное, покупайте и чувствуйте себя хорошо. Не жалейте. А Эфрон сделал такой базарный разговор с Абрамом. Он говорит, да что это для меня и для тебя? 50 лет работы, ерунда какая вообще. Вот столько это стоит. Абрам был богатым человеком. Он сказал, хорошо, это твоя цена. Не морочь мне голову. Назвал свою цену, забирай деньги и подпишем контракт. И как Дима уже сказал, это был первый договор о покупке этой земли и первым евреям на этой земле. Если кто-то что-то купил, а потом потерялись документы, и потом идти, найди эти документы. Тебе нужно идти в муниципалитет, и в какие-то конторы обращаться, и потом искать. Велаках от Орех Дин, и лешалем мало кассов, бешевле ухих, что это шелха у Иеруша шелха, убрать адвокат, оплатить много денег, для того, чтобы доказать, что это принадлежит тебе, что это твое наследство. А у народа Израиля все просто. В каждом доме, практически в каждом доме мира, есть Танах. И там написано, там Авраам купил за 400 сиклей серебра. Это принадлежит нам. Ненужно нам морочить голову. Второй пункт. О том, что я хотела поговорить с вами. Мавет. Насколько бы это не было трудно. И нормативный человек убегает от разговоров о смерти. Но это происходит. И нам нужно каким-то образом относиться к этому. Мавет. Что такое смерть? И на нахну ку рим по брешите с рим вошало, с чай с рима и с рим. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою в пещере поля в Махпеле, против Мамры, что ныне Хевром, в земле Хананской. Так досталось Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем. Собственность для погребения. Я говорю именно про Танах, не включая Новый Завет. Очень мало говорится о том, что будет после смерти, о жизни после смерти. Новый Завет говорит об этом намного больше, о том, что будет после. Но также совершенно неясными словами. Но Танах практически не дает никакие объяснения по поводу того, что будет. Ма? Ме Авраам ад Иешуа אנשים пахот хашву ол ма и ехарей шеем ямуту? Неужели от Авраама ад Иешуа люди не думали о том, что с ними будет после того, как они умерут? Есть некоторые небольшие объяснения в Священных Писаниях и у народа есть более глубокое понимание. Я хочу поговорить об этом немного. Потому что это очень интересная тема и очень важно ее понять. Например, в Екелесиасте написано что день смерти он лучше, чем день рождения. Очень странно. Когда человек рождается, это праздник для его семьи. Зайдите в любую больницу в родильное отделение. Мы очень вежливо празднуем рождение. Например, евреи достаточно скромно празднуют рождение ребенка. А представьте, в больнице рождается арабский или друзский младенец. Так приезжает вся огромная семья и танцуют. Они чуть ли не шашлыки там разводят, чтобы отпраздновать. Но когда, не дай Бог, приходит в семью смерть, ты просто сломлен. Но Екелесиаст говорит что день смерти лучше, чем день рождения. И мы читаем о том, что плоти отходит, прах, и закапывается в землю, а дух уходит к Богу. Есть очень много, вернее немного, объяснений в Танахе на эту тему. Мамаш меет. Очень мало. Но возможно мы можем также присоединить к объяснениям в Танахе разговор Марфы и Ишуа, когда они шли на могилу Лазаря. Помните этот рассказ? Лазарь умер, и его похоронили. И Ишуа приходит к этой пещере. Он приходит в город, и они вместе с Марфой идут для того, чтобы посетить эту могилу. И потом Марфа умерет Ло, и тогда Марфа говорит ему, да, я знаю, что Лазарь воскреснет в последний день. Если мы изучаем Танах, мы не видим цитаты на эту тему. Возможно, в народе Израиля они да понимали какие-то вещи. Из Авраама, Ицехака и Якова была Божья обещания. Ко всем потомкам этих трех, что ты не пойдешь в плохое место. Ты пойдешь в преисподнюю. Брусит. На русском это преисподнюю. На иврите Шеоль. А слово Шеоль связано со словом Шейла вопрос. И нет точных объяснений, что это. Но в народе говорят такое, что это место для вопросов. Что когда ты приходишь туда, ты задаешь вопросы и получаешь точные ответы. Кто из нас когда-то спрашивал Бог и задавал ему вопросы и не получал ответы? А там получим. И так же он спросит нас о вопросах на которые мы еще не ответили. Это то место, где каким-то образом он обновит нашу внутренность. У нас есть душа, у нас есть дух. Но Танах объясняет, что у нас есть еще несколько частей. И в христианском мире об этом не говорят, потому что они не знают Иврит. Но в Танах мы говорим что есть от Машу ехида, хая, нишима, от шлоша. Но когда говорят в Танахе на Иврите, говорят, что у него есть еще три составляющие. Живая душа. Нет. Нишима это дыхание. Ехида не знает как летаргем. Ехида чистится. И жизнь. Это те вещи, которые связаны с небесами каждый день. Это то, что делает нас прообразом Бога. Но наша душа и наш дух всегда связаны с этим миром. Они влияют на этот мир и они получают влияние от этого мира. Благодаря этого мы, да, после того, что уехали туда, мы снижаем в этих землях и снижаемся. Поэтому когда мы идем в это место, эти части нас должны очиститься. Но есть связь небесами. Всегда. если вы помните, если вы помните, там был балаган. Но в какой-то момент жена Навала обе-гайль она собрала еду на слов и привезла Давиду. Она сказала, не убивай Навала, потому что он просто дурак. А ты особенный человек и сказала ему такие вещи. Это на всех а это нефеш Адуни црура быцеро рахаим это Донай Элогейха Барусид Зеумеркаха Душа Господина моего завязана в узле жизни у Господа Бога. Церо рахаим узел жизни. Сложно понять, что это. Но первые буквы вот этого вот связка жизни в узле но практически на каждой могиле на еврейском кладбище написаны слова вот этот узел жизни Что ты связан с узлом жизни Зеумер Это значит что Илогейм יודע олеиха коль Потому что Бог о тебе знает все А когда ты родился Он хочет чтобы ты был связан с узлом жизни так же как царь Довид И когда мы заходим в обитавание Нового Завета Питом вдруг мы получаем укрепление по этому вопросу и написано Блажены те которые умирают в Господе и как Марта говорила и то, что написано позже в Новом Завете что вы воскреснете чтобы быть во веки вечные с Богом и это очень сильная вещь потому что это ободряет нас как вера в Мессии это не только благословение на этой земле но во веки вечные и хотя у нас нет ясного понимания того, что будет после но Дух Святой дает нам надежду что будет хорошо я хочу сказать вам правду страх смерти это самый большой страх в мире и если вы спросите людей чего вы боитесь больше всего из-за того, что у них нет понимания Танаха и нет внутреннего откровения о силе Бога который сохраняет тебя и здесь и там как написано в одном из псалмов даже если я пойду долиной смертной тени я не боюсь своих врагов я не боюсь огня гиена потому что Машех моя скала это еще один пункт я сейчас перехожу к другому не суин леоколь барур аваль еш принцип в браке есть у нас мы вступаем в брачные отношения не все всегда с этим ясно но есть определенный принцип я хочу прочитать несколько стихов это бытие 24 глава первые 9 стихов вы еще не уставший Авраам был уже старый в летах преклонных Господь Авраама благословил всем и сказал Авраам рабу своему старшему в доме его управляющему всем что у него было положи руку под стегно мое то есть под меня под бедро мое почему бедро потому что это коровле маком шел брит под бедро потому что это рядом с местом обрезания это как будто ты клянешься мне перед Божьим присутствием положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Бога неба и земли что ты слушайте внимательно не возьмешь сыну моему жены из дочерей хананеев среди которых я живу но пойдешь в землю мою на родину мою и возьмешь жену сыну моему Исааку раб сказал ему может не захочет женщина сделать алию а захочет остаться жить в Москве Киеве Нью-Йорке Берлине Лондоне или в Торонто должен я возвратить сына твоего туда пускай уедет туда в Минск или в Лондон или в Париж или в Токео Авраам сказал ему берегись не возвращая сына моего туда Господь Бог неба который взял меня из дома отца моего и земли рождения моего который говорил мне и который клялся мне говоря потомству твоему Бог клялся ему потомству твоему я дам эту землю он пошлет ангела своего перед тобою и ты да возьмешь жену мужа там не важно если же не захочет идти пускай остается там найдешь ему другую но не выводи моего сына из этой земле раб положил руку под бедро Авраама и поклялся здесь есть несколько важных моментов кроме семья Авраама и семья Лота люди которые жили здесь были под проклятием ноя бни ханаан потомки ханаана и написано в Батие 8 или 9 главе написано что проклят ханаан раб будешь ты братьям свои иврит шефа מאוד мюхедет иврит очень особенный язык когда мы именно говорим переводим проклят со слова Арур Арур это проклятие самого высокого уровня и нет надежды никакой также проклят переводят со слова Клала но это проклятие оно такое которое можно отменить когда Бог проклял змея он сказал ему Арур тогда у змея были ноги и руки и сейчас у змея нет ног ни рук Арур они поклонялись идолам они они поклонялись идолам для них никакая мораль не была важной и там были связи с нефаэлимами я не буду сейчас углубляться в этом и Авраам сказал ему вот из этих народов ты жену моему сыну не возьмешь но там среди других народов есть что взять и приведи ее сюда и все будет хорошо и почему я рассказываю вам этот рассказ для того чтобы ободрить нас молиться мы сейчас смотрим на желание нового правительства и изменить закон овозвращении что внуки евреев уже не смогут репатриироваться только дети евреев я не уверен что Рахель Лея и Рут Моавитянка были евреи наоборот я уверен что они не были еврей но когда они приехали сюда они приняли на себя вот этот вызов стать принадлежными Аврааму и привести в этот мир искупителя только подумайте Рут Моавитянка она была очень отдалена от Израиля но Ривка Рахель и Лея то же самое они были там в семьях идолопоклонников не понимали ничего о Боге сотворившем небо и землю но любовь к своему мужу и любовь к вере своего мужа вдруг сделали это настоящее обращение и и по это гуэль нолад лет и поэтому искупитель был рожден 2000 лет назад я хочу сказать что мы должны молиться чтобы у многих многих потомков которые внуки евреев да была возможность продолжать приезжать сюда и чтобы Дерри и другие не смогли провести этот закон но с другой стороны те которые приезжают сюда чтобы они понимали и включая нас всех чтобы мы тоже понимали что мы не просто так здесь но что мы как потомки нашего отца Авраама у нас есть часть огромная часть для искупления мира и искупления Израиля вы со мной? последний урок в названии этого урока хорошая жена исцеления для мужа я хочу прочитать следующую главу это Бытие 24 глава 61-67 стих и встала Ребекка и служанки ее и сели на верблюдов и поехали за тем человеком и раб взял Ребеку и пошел а Исаак пришел из Берла Хайру ибо жил он в земле полуденной он отделился от своего отца Авраама он жил где-то на расстоянии при наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел вот идут верблюды Ребекка взглянула и увидела Исаака и спустилась верблюда и сказала рабу кто этот человек который идет по полю навстречу нам раб сказал это господин мой она взяла покрывала и покрылась и раб же сказал Исааку все что сделал и ввел ее Исаак в шатер сары матери своей и взял Ребеку и сделалась она ему женою и он возлюбил ее и утешился Исаак в печали по матери своей Кодем кол Ицхак а я мамаш Сувель Исаак очень страдал а тем юдим мазе посттравматический синдром кто знает что такое посттравма лифамим бенадам увер эзишу теуна барехев иногда человек допустим переживает автомобильную аварию или что-то свидетелем войны является и его нервная система крушится потому что он постоянно думает и переживает то что он был чему он был свидетелем лифи паршанут и согласно толкованию Ицхак был в таком состоянии помните его уже положили на жертвенник его любимый отец его чуть не убил он все понимал в это время он не был мальчиком и мы уже говорили о том как читают дни жизни Исака он был примерно в возрасте Ишуа где-то 34-35 лет он совершенным согласием со своим отцом пошел на жертвенник но все вот это вот действие когда его все нож отца прикоснулся к его горлу он после этого получил посттравматический синдром и он хотел отделиться от людей и жить один молился стадо но потом ему перевели правильную жену и написано что он исцелился что он утешился я вам хочу сказать что хороший брак это всегда исцеление от Бога даже если у вас нет посттравматического синдрома и наоборот плохой брак они делают все чтобы потом был посттравматический синдром и очень важно молиться за брак но не только об этом я хотел поговорить по сугшущим варба Ревека взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда так переводят соскользнуло с верблюда а есть более современный перевод вот такая вот дама с Амстердама но в еврейском написано что она упала с верблюда упала просто упала вы видели такие смешные клипы когда невесту подводят к алтарю и жених падает в обморок я много таких видел я думаю это было очень смешно Я думаю, они долго вспоминали свою встречу. Он сказал, ты понимаешь, как ты свалила сверблюда? Он сказал, ты увидела меня такого красивого, что ты просто упала сверблюда. Я думаю, что у каждой бар здесь есть своя история. Это смешно. Но даже такие смешные вещи, они дают вкус жизни. Они дают вкус жизни, радость жизни. И мы говорим, что у них была проблема очень долго, у них не было детей. Но всегда, наверное, Исаак напоминал ей, ты же мне сверблюда на голову упала, все будет хорошо. Наверное, мужчинам стоит своих женщин взять на прогулку на верблюде и посмотреть, как они падают. Я хочу сказать, что Ривка, которая приехала из очень дальней страны, И она знала, что Бог дал ей особую должность. Принять веру своего мужа. И встать своим сердцем и своим телом чем-то, что принесет следующее искупление. Она знала тот путь, который прошел Авраам и который продолжает Ицхак и который продолжит ее потомки. И это приведет к точке рождения Мессии Иешуа. Но там это не остановится. Потому что народ Израиля жив и существует. И в Мессии мы получаем дополнительное призвание для того, чтобы принести спасение в этот мир. И написано об этом много. И Исаия говорит, Восстань светись, вот пришел твой свет. Это не про то время. Это о том времени, которое будет у нас. И мы должны двигаться туда. С ясным пониманием. Что кровь Авраама течет в наших жилах. И вера и ожидание Ривки. И иногда мы падаем с верблюда, может быть. Не страшно. Мы продолжаем приносить искупление. Это то, что я научился в этой главе. Давайте встанем. Отец наш Небесный. Я благодарю тебя за эти примеры, за наших великих предков, такие как Авраам, Сара, Исаак и Ривка. Дай нам веру. Дай нам принадлежность. Дай нам принадлежность. Это не абстрактный рассказ. Дай нам принадлежность. К этой цепочке. Которой ты присоединил нас своей милостью. Я молюсь, чтобы внуки евреев могли продолжать приезжать сюда. И чтобы никто не остановил это. И я молюсь, чтобы в том месте, когда они прилетают в Бен-Гурион, Дух Святой уже прикоснулся к ним и давал им призвание. Амин. 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 Да. Амин. А needsHEN. Продолжение следует...